Здравствуйте, Мария Владимировна, и вас тоже с прошедшими всеми праздниками. Много что произошло за это время, в частности, вот как бы вы могли прокомментировать произошедшие в последние дни резкий рост напряженности на Корейском полуострове? Вы знаете, к сожалению, начало нового года ознаменовалось новым витком напряженности, и не только в тех регионах, о которых мы сегодня говорили, но, как вы правильно отметили, и на Корейском полуострове. Он продолжает, я имею в виду, вот этот виток напряженности продолжает, к сожалению, набирать силу. Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем результаты сейчас подобного курса. Он провоцирует дальнейшую конфронтацию. Нынешнее обострение обстановки еще раз наглядно показывает, что санкционно-силовые методы не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Только взаимоуважительный диалог, в частности, это касается и диалога США с КНДР. Конструктивное взаимодействие всех вовлеченных в политико-дипломатическое урегулирование сторон является основой комплексного решения имеющихся проблем. Спасибо большое. Еще один вопрос. Как бы вы могли прокомментировать претензии ряда армянских политиков в адрес Москвы о том, что российские миротворцы не защитили мирных жителей Нагорного Карабаха в сентябре прошлого года и допустили этническую чистку в регионе. И вот, по мнению армянских политиков, тем самым якобы было нарушено решение Федерального собрания России, согласно которому миротворческий контингент находился в Карабахе для защиты гражданского населения. Вы знаете, мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, несоответствующими действительности. Странно, что они продолжаются. У нас налажен очень доверительный и хороший, плотный диалог с коллегами из МИД Армении. О, это традиционный был контакт. Мы неоднократно доводили российскую позицию по поводу этих заявлений, говорили о том, что они, в общем-то, несут только новые проблемы в двусторонних отношениях и точно не содействуют ничему, ни укреплению двусторонней повестки, ни решению региональных проблем. Но, к сожалению, видимо, кому-то это там выгодно. Я уж не знаю, выгодно ли это в Армении кому-то, выгодно ли это за рубежом Армении, кому-то сложно сказать. Если вы меня просите дать этому квалификацию, прокомментировать, то мы считаем, что это попытки подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. По-другому я не могу это как-то оценить. Я просто приведу конкретные доказательства подобной позиции. Дело в том, что в постановлении Совета Федерации, Российской Федерации, от 18 ноября 2020 года, говорится, что российский миротворческий контингент направляется в регион, теперь принимает стата, в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня, а также, опять же, принимает стата, в избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам. У меня вопрос всем тем, кто ссылается на этот документ и в чем-то пытается обвинить Россию. Что-нибудь из этого не было выполнено? Если у кого-то найдется совесть, а в отсутствии совесть наглость сказать, что что-то из этого не выполнено, пожалуйста, факты предоставьте, положите на стол ваши аргументы, ведь их нет, кроме истерики и оскорблений теперь уже. Именно то, что было записано в этом документе и было сделано, удалось не допустить ровно того, чему посвящен был этот документ в ходе последней эскалации в регионе в сентябре 2023 года благодаря профессиональным действиям российских миротворцев. При их активном посредничестве 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и проведены переговоры между представителями армянского населения Карабаха и азербайджанских властей. Наши российские миротворцы предоставляли укрытия для мирных жителей, осуществляли доставку гуманитарной помощи, организовывали медицинскую эвакуацию. И никто не имеет права их оскорблять. А тем, кто будет их оскорблять, мы дадим ответ. Что касается утверждения о этнической чистке в Карабахе, опять же, хотелось бы предоставление каких-либо фактов. Если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают, так сказать, авторитетной, ну, например, Организация Объединенных Наций или какой-либо другой организации, вот если есть хоть какой-то документ или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные этнические чистки были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ. Со своей стороны мы не раз отмечали важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, основываясь на заявлениях Баку. Мы фиксировали необходимость надлежащего обеспечения права карабахского населения, я имею в виду армянского населения Карабаха, обеспечения не только прав, но и, главное, безопасности, и готовы оказывать всемирное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Спасибо большое. Идем дальше. С нами Лирия Новости. Спасибо.